Это друг, который помогает своим друзьям. Лучший друг – это те друзья, которые не покинут тебя в беде и помогут в трудную минуту. Вот с этими друзьями я бы стал дружить. Это настоящие друзья. У меня есть такие. Это Тимофей и подруга еще Алена. Это друг, который никогда не подведет и всегда поможет, если сможет. Чтобы стать моим лучшим другом, нужно быть хорошим, нужно помогать в любой ситуации, нужно быть самоуверенным. Ни в чем не сдаваться. Ну, если ты, например, попал в беду и друг тебе поможет, то ты ему в будущем, если ему понадобится помощь, ты ему тоже поможешь. И так, если ты будешь, он тебе будет помогать или ты ему, то он или ты будешь помогать ему всегда. Тогда будет самый лучший друг. Саша. Которая придет после меня. Семенова. Я с ней дружу, потому что она помогает мне, поддерживает меня. Он как-то что-то дарит мне. Чтобы быть моим другом, нужно быть надежным. Но, например, скажу я ему какой-нибудь секрет, который я знаю и он. И если он не проболтается, то значит он надежный. Это собака. Потому что первый друг человека, это всегда была собака. Если бы это была кошка, то сейчас бы собаки не были друзьями человека настолько. Должны ли одинаковые интересы быть у хороших друзей? Ну да, например, ходить там по выходным в парке, или друг другу в гости, там в кино, или в театр вместе. Мой лучший друг это... Ну, подруга. Моя лучшая подруга это Саша Косинок. Почему вам нравится с ней дружить? Потому что мне нравится ей помогать. Это друг, который в беде тебя не бросит. А есть у вас такие друзья? Да, у меня есть подружка Алиса. Мы уже дружим с двух или трех лет. Привет, Алиса. Надеюсь, ты сейчас смотришь эту передачу. Я тебе передаю огромный-огромный привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!